Здравствуйте! Сегодня в почтовом ящике обнаружил пару посылок. Одна из них сейчас перед вами. Шла она у нас, насколько я понимаю, какой-то прибалтийской почтой. Не так уж и важно. Стоимость указана правильно 2 доллара 53 цента. 2 доллара 53 цента. И скорее всего, как я полагаю, здесь должны быть ложковилки. Ложковилки, которые являются, скажем так, копией или репликой на знаменитые ложковилки от Light My Fire. Что-то я как-то плохо распечатываю. Аккуратно не получилось. Ну да, я не ошибся. По ссылке больше ничего нет. Итак, за 2 доллара 53 цента мы получаем вот такой вот интересный товар. Как я уже сказал, это некая такая копия известных ложковилок от Light My Fire. Причем, что интересно, это тоже какая-то китайская фирма. Я даже не знаю, иероглифы так показать или так показать. Или вообще вот так вот. А, вот так нам все-таки правильно, да? Смотрите. А, ну тут перечисляются предметы, которые входят в этот набор. Которые являются частью этих ложковилок. Нож, вилка и непосредственно сама ложка. Отлично. Про производителя тут ничего не сказано, да? Есть какая-то эмблема на самом деле. Не знаю. Может быть это какой-то известный производитель, а я его не знаю. О, даже есть небольшая инструкция, заметьте. Так. Ну, изготовлено в Китае. Честно написано. Но это и хорошо, что честно написано. А, вот, наверное, все-таки. Какой-то китайский бренд, скорее всего. Ладно, давайте посмотрим, что в конце концов за товар. А, важное замечание. Так, а что не распечатывается-то? А, склеено. Ха-ха, понятно. Ладно. Ничего себе. Хорошо приклеено в сторону. Важное замечание, это на самом деле целый набор из ложек, ложковилок, если быть точным, да? Ловилок. И в этот набор входит 6 разноцветных предметов. Никакая радуга получилась. Посмотрим, что по качеству. Ну, я некоторое время у меня было оригинал. Некоторое время назад у меня был оригинал, от Light My Fire. Конечно, чувствуется разница. Хотя... Вы знаете, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Я ожидал увидеть гораздо больше различных заусенцев, браков литья. Но пока... Пока я вижу, что товар недурственный. Так, очень важное замечание. Надо понюхать. Что интересно, запах-то нету. Очень приятное наблюдение. Цвета-то какие. Ёлки. Ёлки зелёные, да? Смотрите. Правда, довольно чисто выполнена. Ой. Весьма и весьма аккуратно. Угу. Мне это даже начинает нравиться. Так. Вот жёлтый цвет, конечно, какой-то интересный. А цвета, на самом деле, они немножко другие, чем на камеру. Вот сейчас смотрю, и камера всё-таки немножко искажает цвета. А в реальности они такие более тёмные всё-таки, чем на камере. Смотри-ка, вообще. Да ладно, и что, брака нету, что ли? Да ладно. Не бывает так. Смотри-ка. Чистенько всё. Всё аккуратненько, чистенько выполнено. Вот белый цвет, конечно, вообще не в тему. Хотя, если честно, это скорее бежевый. Ну, посмотрите. Они такие... ...умеют работать и без брака. У-ка. Хм. Что я вам скажу? Товар-то просто отличный. Я ожидал увидеть что-то более... ...что-то более страшное, если честно. Ожидал, будут заусенцы, будут браки литья, но ничего такого я здесь не нашёл. Я вижу просто отличный по качеству товар. Для своей цены, естественно. Некоторые вопросы вызывает сам пластик, из которого сделаны эти ловилки. Но я не знаю, как его можно проверить, насколько он экологически безопасен. А, вот ещё один важный момент. Так как я предполагал, что будут посылки, я заранее приготовил чайную ложку. Обычную, нашу стандартную чайную ложку. Давайте сравним размеры. Дело в том, что на сайте у китайца очень непонятно указаны размеры. Я думаю, гораздо более нагляднее будут сравнить эту ложку именно с привычной для нас чайной. Ну, как видите, она гораздо больше, чем чайная, но явно меньше, чем столовая. Хм, даже не знаю, что сказать. Товар-то оказался просто отличный. Рекомендую к приобретению, если, конечно, есть такая потребность. Ссылку на данный товар я размещу под видео. А на этом всё. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. До свидания.